Интересный хадис, в данном случае цитируюсь . Мы часто говорим о вере. Человек верующий и раскрытие смысла веры – это очень много разных аятов и хадисов. Ну и само собой раскрывается вера в конкретных действиях. Одно, когда ты думаешь, говоришь правильные вещи, а другой, когда ты делаешь или не делаешь их. В этом контексте один коротенький хадис. . То есть лучшее проявление веры . Терпение – это снисходительность. Прочитаю из самой книги. Лучшими проявлениями веры в квадратных поясняю в Бога и истинность миссии заключительного Божьего послания к пророку Мухаммаду. Лучшими проявлениями веры являются что? являются терпение . Здесь альтернативный перевод у слова «сабр» специально даю в круглых скобках – выносливость и стойкость. И второе – великодушие. В круглых даю альтернативный перевод – снисходительность. Здесь специально поясняю, что такое великодушие. Ну, каждый – великодушие, великодушие. Часто мы… Это во всех языках, на самом деле. То есть я даже детям говорю, где у тебя толковый словарь, чтобы понимать на самом деле смысл слова. И в арабском я так сам периодически применяю. Ну, и в русском языке нам кажется, что мы знаем язык. На самом деле спросишь у человека, что такое великодушие, а он и пояснить не сможет. Здесь носки специально по этому я поставил. Это важное слово, тем более оно идет как характеристика одной из лучших проявлений веры – великодушие. И что это? «Черта характера, а также моральный принцип, выражающийся в бескорыстной уступчивости, снисходительности, отсутствии злопамятства, способности жертвовать своими интересами ради других людей». Ассамаха. Да? Ассамаха. Одна из лучших форм проявления веры – ассамбру в ассамаха, говорится в хадисе. Терпение, оно же выносливость, стойкость и великодушие. Что такое великодушие, Шамиль? Еще раз. «Черта характера, а также моральный принцип, выражающийся в бескорыстной уступчивости». Мы обычно уступать не хотим. Но оно как-то некрасиво. Тем более мужчины, тем более, если такой еще спортивный, еще такой как бы уверенный в себе, куда уступать. В том-то и дело, что именно вера должна регулировать, где нужно уступить, где не нужно уступить. В каких-то ситуациях нужно уступить. И здесь должна включиться вера, а не животные инстинкты. Так вот, великодушие – черта характера, а также моральный принцип, выражающийся в бескорыстной уступчивости, снисходительности, отсутствии злопамятства, способности жертвовать своими интересами ради других людей. Это великодушие. Снисходительность, что такое? Это альтернативный перевод ассамаха. Это терпимость, отсутствие строгости, излишней требовательности по отношению к кому или чему-либо. Вот это, как раз, очень важные такие проявления веры. Насколько это на практике, ну, каждый уже проанализирует сам. Не в мечети, нет, а когда столкнется с какой-то неприятной ситуацией, там и проанализирует. В мечети все мы добрые, все мы хорошие, а мы вене взяли, а то спокойно на коврике сидим, в окружении других верующих. А где-нибудь в какой-нибудь более дикой ситуации окажешься, вот там как раз весь твой дикарий вылезет наружу. Если он есть, если нет, если на самом деле вера цветет и благоухает, да вообще супер.